Алмазы Джека-потрошителя Все фрукты на нем становятся ядовитыми Если саламандра дотронется до стола, на котором бегут хреб То хреб становится ядовитым Упав в поток, она отравляет воду Если она дотронется до любой части тела, даже до кончика пальца То все волосы на тере выпадают Плиний старший Пророк Вера проснулась от жажды В последнее время жажда мучила беспрестанно И сейчас Вера с трудом разрепила сохшиеся губы Трубка горла сжалась Стенки коснулись друг друга Два куска наждака И сыпанули пылью в легкие Кашель был сухим, раздражающим И Вера хрипела Привычно хваталась за горло, сминая шарф Он развязался и съехал повиснув полосой мятой шерсти Странное дело На ощупь шарф был мягким, нежным А на шее оставлял алые среды натертостей У Веры аллергия На шерсть в том числе Когда кашель прекратился А он всегда прекращался сам собой Вера стянула одеяло Натуральная овечья шерсть Источала резкий запах синтетики Льняная простыня пропиталась потом И пить все еще хотелось Холодный пол лизнул ступни А сквозняк тронул спину Предупреждая, что совсем скоро окрепнет Настолько, чтобы надолго уложить Веру В ее гипоаллергенную постель И Вера трусливо накинула халат Ей не хотелось забаревать Хотя желание ее было абстрактным Поскольку не случалось еще ни одной зимы Которую Вера не провела бы в постели Но сейчас ей хотелось пить Она прошаркала к двери, волоча тапочки по полу И раздражаясь от этого мерзкого звука Не то скрип, а не то скрежета Вере начинало казаться, что скрипит не дом Суставы Еще немного и тело ее Источенное многими недугами Рассыпрется Да я не могу так больше Шепоту удалось проникнуть сквозь скрип И суставы вежливо замолчали А Вера остановилась у двери Я все думаю, когда же она? Андрюша? Конечно, Андрюша Режь у него такой мягкий бархатистый голос От которого Вера пьянеет и решается разума А она спит Она всегда ложится рано Как ребенок, ей-богу Сердце дергалось, как воздушный змей На поводке веревочки С другой стороны, так лучше Если бы ты знала, до чего я устал притворяться А Вере он казался искренним На самом деле она плохо разбиралась в людях И отец то же самое повторял Отцу Андрюша не нравился И Лера тоже И дядя Кирилл Не говоря уже о тете Только Полина да сама Вера не раздражали его Я не ною Ты не представляешь, какая она на самом деле Какая? Слишком высокая, слишком худая, слишком бледная Болото Настоящее болото Она затягивает меня Высасывает досуха Даже когда ничего не делает А она никогда ничего не делает Потому что устает Это таблетки виноваты Сидит целыми днями Вот просто Сидит и все Терек и то не смотрит Все смотрят телек А у Веры голова болеет, начинает Телевизор яркий и громкий А передачи современные глупы Вера любит старые фильмы Черно-белые и забавные в своей наивности Наивно думает, что Андрюша и вправду ее любит Я скоро с ума сойду Если рассказать отцу Он расстроится Он всегда расстраивается, когда с Верой происходит очередная неприятность И Вера будет чувствовать себя виноватой Но отец успокоит и все уладит Андрюша исчезнет И остальные тоже профилактики ради В дом вернется пустота И, возможно, пустота не худшая из вариантов В ней уютно Как сейчас Если бы еще не жажда Очнувшись, она заскребла горло с новой силой Требуя наполнить сосуд телесной живительной влагой Про сосуд и влагу Вера слышала где-то Но где именно, не помнила Она толкнула дверь И зажмурилась от резкого срепящего света Верончик, ты проснулась? Тебе плохо? Бархатный голос Андрюши был полон искреннего беспокойства Жарко очень Сипло произнесла Вера Не спится Тебе принести чего-нибудь? Снотворного? Или Полинку позвать? Вера царапнула Это случайная фамильярность Не надо Я... Я в ванну Отдохну Может, я с тобой? Он обнял, прижался телом к телу Задышал в ухо с притворной страстностью Все-таки он смешон Нерев даже В этой алой рубашонке с вышивкой В серьгах и корцах Которых, папа прав, было чересчур уж много В неестественной любви Ко всему яркому, блестящему Не надо Я... Я неважно себя чувствую Вера не услышала бы Этого вздоха облегчения Если бы не ждала его И, дождавшись, невольно улыбнулась Как все просто Как все утомительно Просто и однообразно Лучше принеси мне вина Ты уверена? Может, чаю? Или... Вина Обрезала Вера И поняла, что да Именно вина ей хочется Темно-красного, кисло-сладкого Обволакивающего неба И унимающего жар в горле Ты же не пьешь И зря С вином ей было бы легче жить Но печень Веры Вряд ли выдержит больше бокала в год Печень следует беречь Вино было кислым Вера запивала его водой Благо в кушении еще оставалось стакана два Надо будет зареть Чтобы на утро хватило Вера сидела, глядя на собственные руки Сквозь сине-зеленую Прозрачную, как чистый алмаз, воду Поверхность ее рябила И Верин и парица становились то короче, то длиннее Вера подумала, что могла бы написать картину Сквозь воду Сквозь воду все видится иным Особенно если смотреть с той стороны Набрав воздуха Вера легла на дно ванны Волосы ее потянулись вверх Поплыли стебрями ламинарии Коренью пробили пленку и превратились в две далекие розово-белые горы И к ним, спеша коснуться плоти Нового, придуманного Верой мира Устремлялись пузырьки воздуха Она смотрела долго Запоминая формы, краски, рисуя Пока лишь в памяти И когда закончился воздух Вера рванулась навстречу другому надводному миру Попыталась рвануться Ослабевшее тело лишь слабо дернулось А резкая боль в животе заставила Веру закричать В рот хлынула вода Просачиваясь и в горло, и в трахею Ноги засучили по скользкому дну ванны Но не сумели найти точку опоры Руки и вовсе остались бездвижны А потом боль из живота Расползлась по телу И тело разварилось таки на куски Вера еще жила Смотрела на себя как бы из-под воды И смеялась над этой странной нелепой женщиной Которой была Она рисовала себя птицей Осредовала ящерицей Длинной-длинной ящерицей С бредной чешуей И глазами цвета моря Папу жалко Он расстроится Часть первая Ящерицы и хвосты Глава первая Новые старые знакомые На место встречи Салмея прибыла вовремя И не удержавшись Бросила взгляд в зеркало Хороша Великорепна Тонированные в золото волосы Утратили пошлую рыжину Кожа стала темнее и ровнее А веснушки поблекли Сочная зеленная ряда Лишь подчеркивала цвет глаз В общем, богиня Оставалось надеяться, что эту красоту оценят Двери распахнулись И дорожка нарядного багряного цвета Сама легла под ноги Салмеи Пространство давило Свет срепил Он был каким-то совсем Иж стерильным, резким И оберег хрустаря По-старомодному тяжелого Лишь усугубляло это впечатление О безжизненности Негромкая музыка царапала нервы Прошу вас Метр Дотель остановился Перед столиком На котором возвышалась Цветочная гора Лилии, розы Благородно изможденные орхидеи И крохотные фиалки Словно бисерины Рассыпанные по белой глазури торта И за этой массой Человек, сидящий по ту сторону столика Терялся Метр Дотель отодвинул стул И Салмея села, чувствуя Как наливаются теплото щеки Она никогда не умела Садиться красиво Плюхалась на стул Придавливая его к полу И потом рывками подвигала к столу Как правило, стул скрежетал и возмущался Салмея терялась А все, кому случалось быть рядом Начинали делать вид Будто бы все в полном порядке Тот, который прячется за цветами Наверное, разочарован Но какое Салмея дело? Никакого Она просто пришла в ресторан Просто пришла и все Добрый день Салмея мило улыбнулась розам А может быть, рилиям Или орхидеям Фиалкам, совершенно точно А рыжий тебе больше шел Ответили ей с той стороны Цветочной горы Зря покрасилась И уберите, наконец, эти цветы Убрали Унесли С молчаливой торжественностью В которой Салмея виделась Неодобрение Извини, но я не люблю Разговаривать Не видя собеседника Конечно Я вас прекрасно понимаю Глупая фраза Вылетела сама собой И увязла В надушенном воздухе Ресторана С каждой секундой Салмея чувствовала себя Все более неуютно И платье жало И туфли успели Натереть пятки И коренка Зачесалась А таинственный поклонник Разом растеряв Всю таинственность Разградывал Салмея В обычной своей манере И во взгляде его Мешались насмешка Легкое презрение И явное сознание Собственного превосходства Не слишком изменился, надеюсь Он умудрялся держать руки Над столом Так что рукава Едва-едва не касались Скатерти Кисти были параллельны Друг другу И явное уродство Левой Мизинец И безымянный палец Отсутствовали Становилось особенно заметно Салмея, как и раньше Уставилась на эту руку На белые шрамики Выделявшиеся на белой коже Они брали начало На внутренней стороне ладони Чтобы переползти на тыльную И встретиться друг с другом Эти шрамы вызывали в ней Прежнее омерзение Равно, как и человек их носивший Он и вправду изменился Не слишком Невысокий Мелкокосный С водянистопрозрачной кожей На которой Проступались Синюшные вены На шее они Выпирали Как будто бы Выдавленные Излишне тугим галстуком И уходили Под острый подбородок Я все еще Тебе не нравлюсь Он произнес это одновременно И утвердительно И насмешливо Соломея вздрогнула В конце концов Она уже взрослая И понимает Что люди внутри Совсем не такие Как снаружи Извини Она смеялась Как бы показывая Что ничуть Не удивлена И даже Обрадована Такой неожиданной Замечательной Встрече С прошлым Точно так же Она смеялась На встречу Одноклассников На которую пошла Однажды Из чистого Любопытства Ну и потому Что думала Будто Пара лет После выпускного Что-то изменит В прошлом А почему ты Почему просто Не написал Что это Ну в общем Что ты Это ты Соломея пытаясь Занять чем-то руки Схватила вилку И конечно выронила И пытаясь поймать Столкнула бокал А бокал упал Пусть на ковер И не разбился Но Хотя